And the winner is... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar goes to... Приветствую вас и сегодня хочу поблагодарить всех, кто меня слушает, всех, кто меня видит, особенно своих знакомых, родственников, жену, детей, за то, что они были рядом со мной в период, когда я получил вот эту награду. Она называется Пророк Года. А нам, предпринимателям, людям, которые занимаются бизнесом, часто вынуждены полагаться только на веру, мы должны понимать, что мы практически каждый год... Вот я уже на протяжении 26 лет занятия бизнесом регулярно получаю вот такие награды. Каждый год, можно сказать. Являясь уже в течение 27 лет Пророком Года. Потому что каждый раз все наши пророчества летят к чертовой мать. И на самом деле ничего мы пророчить не можем, и все наши прогнозы, как правило, оказываются пустым блефом или слабой верой. Мы часто это называем интуицией. И нам кажется, что мы интуиты и чувствуем, куда идем. Но на самом деле мы тыкаемся как тычинки и пытаемся найти выход из положения. Я знаю, что самые успешные предприниматели в Украине и в мире являются те, кто просто шли наобум в каком-то направлении. Вот я просто проанализировал за последний год все свои предсказания от стремительного экономического роста Украины. Потому что я реально верил в том, что если пришла новая власть, МВФ дали деньги, золотовалютные резервы растут, значит экономический рост обязательно будет. Но кто знал, что упадет индекс Доу Джонса. Я искренне поверил в ноябре, что будет стремительный рост биткоина. Я смело туда бросился, но кто знал, что придет китайский Новый год и биткоин пойдет на коррекцию. Я в свое время строил дома для того, чтобы их продать и начинал строить. Когда начинался кризис и думал, что к концу кризиса, пока я их построю, не только их согласую, но и продам. Но кто знал, что кризис затянется до 2018 года и мы живем в кризисе уже 10 лет. Но как важно все-таки иметь веру, делать ошибочные прогнозы. Потому что один из 10 прогнозов так и сбудется и он покроет все убытки. Поэтому никогда не бойтесь признаваться в своих ошибках и неправильных прогнозах. Потому что это полная ерунда. Мы все не знаем, что будет в будущем. Мы все не знаем, как будет развиваться мир. Мы можем только предсказывать и свято верить в это и выкладываться на все стопы. Вот, в общем-то, и весь секрет успеха любого предпринимателя. Поэтому я вам, как человек, который осуществил невероятное количество прогнозов публично, у многих этого нет, потому что они не могут вернуться назад и посмотреть, а какие прогнозы правильные, какие были. А я такую возможность имею. И это дает возможность анализировать дальше на будущее, что сбудется, что не сбудется, как мы будем жить в 2022 году, в 2022 году или еще дальше заглянуть. Но, тем не менее, никогда не расстраивайтесь от того, что вы что-то неправильно спогнозировали. Ваша вера в избранные вами вещи должна оставаться незыблемой. И поэтому в день влюбленных сегодня я желаю вам быть любимыми за то, что вы не только делаете космические прогнозы, но и продолжаете идти к ним, когда они не сбываются. И тогда все равно будет происходить чудо. Они будут сбываться. Потому что так устроен мир, так устроена Вселенная. То, чего мы хотим, рано или поздно мы получаем. Но не так быстро, как хотим. Зарабатываем.